друзья всем привет вы forest home и сегодня мы сергеем и лаврам подводим итоги каждый из нас выбрал по 7 ножей которые считают лучшими за 2023 год ну и давайте не будем затягивать и начнем с лавра всем привет друзья приятно что вы смотрите а раз начали с меня сразу скажу это не топ у каждого просто 7 ножей которые понравились это f r&d бекер автомат я вообще открыл для себя в этом году автоматики и на самом деле бекер молодцы он достаточно недорогой относительно других автоматов и не все как надо он легкий в нем в принципе d2 неплохо я бы справился даже больше восемь хром чем d2 но d2 больше всеми любим и откровенно и блин у него очень хорошая рука по моему это прекрасный ножик в том числе и для загорода и для города ну это автоматы редкие гости и они не редко западают а вот этот запал что думаете мы сегодня уже говорили что все обиды нужно оставить в уходящем году и решили жестить поэтому решили обидеть друг друга ну в общем я считаю что это действительно хороший нож но мне не кажется что он может но мне не кажется что он может претендовать на лучший нож года сергей ты как считаешь не вот на самом деле не знаю мне этот нож понравился еще когда мы впервые вы взяли с тобой в новинки прошлого месяца по моему мне действительно понравится потому что это очень легкий автомат большинство автоматов которые делаются для нашего рынка и вообще у нас там либо алюминий либо сталь что очень редко встречается или именно да вот такие пластиковые накладки он реально ощущается как такой-то как-то игрушечный ножичек такой тоненький клиночек спуски от середины целом и порезать и что-то там построгать можно не вот этот нож из всего того что есть у лавра не будем забегать вперед но мне действительно нравится плюс проволочная клипса мне реально нравятся такие клипсы так что это да это прям я одобряю а мне понравилось что лавр свою подборку от подписчиков спрятал за коробкой но тип новогодний ролик должно быть немножко настроение интрига интрига интригу мы не брали вроде бы старая модель ну что кто продолжит серега наверное давай я тоже отвечу тоже кнопочным автоматом кершу лавань 16 который вышел в этом году это прям вот на мой взгляд собрание всей тактикульщины и дабы какой-то да не зря так на самом деле алюминиевая рукоять трактек серии тортанта dlc cpm m4 то есть все прям такое максимально живучие выносливая для каких-то тактикульных тактических задач и не знаю в том формате котором вот он задумывался мне кажется у кершей получилось сделать неплохо я скажу так все красиво и за что есть можно любить бекер за что что есть во френде этого нету в этом ноже в общем по дизайну мне этот нож действительно нравится и вообще за последний год как-то я лучше стала относиться к танта full black трактек очень прикольно единственное что до чего можно докопаться это наверное не супер удобно нажимать кнопку я думаю что в перчатках будет вообще не очень но специально утопили да потому что у него нет предохранителей чтобы ты случайно его не нажала они прям действительно утопили кнопку вот этот вещи нет на нем да и ладно я знаю что такое предохранитель да не просто хочу отметить что типа нюансы там нажать больше короче не знаю вот как по мне из таких тактиков если хочется чего-то такого брутального агрессивного и вот чего такого формата это отличный нож плюс очень крутая железка я вспомнила что еще хотела сказать это же лаунч лонч и он довольно таки сильно отличается от остальных последних лончей и это наверное его плюс ну да кстати у меня почти такое же есть принципе как человек владелец бренд полосериторная танта это жесть ну и что блин да вы не из дельта форса чтобы это пригодилось это все вкусовщина лавы понимаешь тут все ножами как хотят прочь ладно это нравится декорация кладите слушай ну на этой реплике в принципе можно заканчивать вообще любые споры но мы собрались не для этого я взяла cyber tricks от бренда rike knife возможно это конечно немножечко странный выбор но я решила организовать свою сегодняшнюю подборку по критерию тому что берем что-нибудь инновационное и то чего раньше не было естественный дизайнер вдохновлялся а сайбер траком этот нож очень клёво выглядит у него потрясающая механика клевый шпиньки которые я даже не сразу заметила что они сделаны как типа ручки дверей весь такой геометричный и приятный у него еще со сборкой тоже есть какой-то прикол то есть все в нем на самом деле не так просто как может показаться сделал клёво то есть здесь не видно болтов он очень хорошо собран если вам нравится такой футуризм не знаю пункт современности это тоже назвал как немножко ретро футуризм он все-таки устаревает но блин он смотрится клёво то есть того какой насколько он функционален ну ножек по моему вообще не про это в первую очередь они пытались сделать сильно клевую вещь которая в принципе что-то сможет варнклиффе могут а так да это интересно если вам нужно перощить рабочий нож вам крыся плане красоты да еще нет на самом деле я очень рад что ты взяла именно это исполнение у них же две вариации по клинку варнклифф и что-то вроде шипскута так вот этот мне нравится куда больше до присоединяюсь к всему вышеперечисленному действительно классный нож и мне отдельно нравится что здесь они не стали делать какие-то анодировки какие-то вставки дополнительных металлов здесь он да 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 он действительно сделан круто он выделяется своим дизайном но при этом он не перегружен по каким-то цветам вот этим ярким моментом и это действительно что называется строго и со вкусом это клёво так числе еще ножик мой блин давайте разделаемся с автоматами и это правильно лаунч появишься в этом году лаунч 15 очень классная вещь он не напоминает восьмерка который нужно продолжение мне кажется этой серии да ну вот сериала очень если называют сериал конечно продолжать серии если лаунч один ты сравнишь с лаунч 8 мы совершенно разные ну это ладно согласен ну в общем короче очень точная штука и обычно не люблю такие вот аля стилит видные кнопарики не такие отдают чем-то дешманским часто если честно и но вот этот он прям хорош не только нужными карту поставили которые очень сильно выкси даже спейсер из мекарты сделали вот но и потому что это будет резучий крыльно который сделал наш из магна кота между прочим такие офигенные нравится как сочетается тактильно мекарта и алюминий уже говорю одно ролик на это как будто заходишь по саму паркетику и у тебя ковер начинается красиво приятный ну да соглашусь с тем что он очень похож на лаунч 8 только чуть более жирным стал из этом нужно так называть в остальном да отличный очередной автомат от киршей еще из крутой железкой который мы тоже чуть позже вернемся я в первый раз когда увидел этот нож это как блин что-то с ним не так ну вот как раз таки из-за того что один из прошлых киршей был более узким и поэтому когда увидела этот широкий мне показалось что что-то с ним не так какой-то странный нож и как будто бы не очень даже сочетается я не знаю мне бы возможно хотелось большей симметрии ну да симметричная рукоятка при этом клинок немножко симметричный нюанс при этом да это в угоду реза гораздо комфортнее было им пользоваться хотя знаете если убрать вот этот вот верхний упорчик так скажем это был бы я уже не помню номера ну в общем такой был маленький черный от как без этого упора только очень такой до маленький блин я не помню какой-то номер был если хотите спирить вот сюда то есть возможность пожалуйста за мне так понравилось ну что продолжу я тоже автоматом это же от киршей это модель life wire да по моему направлено называется артикул у нее заводской 9000 можешь перевести на русский нет короче фронталка которые не так часто появляются на российском рынке именно новые интересные в этом году прям удивило это отличная альтернатива микротеку в очень крутых материалах собранная в америке но при этом дешевле вот вот собственно поэтому я ее и взял мне нравится что здесь не нужно стирать палец если ты хочешь поиграться закрыть открыть нож как бы механика плавная и мягкая нравится алюминиевая рукоятка вот единственное когда я впервые увидел это вот так мне показалось что мы с серёгой что-то не так сделали у нас погнулась клипса кстати из интересного у него действительно отличается микротека ход у него очень долгий ход этого бегунка видимо из-за этого он получил сделать чтобы он будет не таким жестким но и при менее агрессивный короче в общем он ощущается скажем так более дружелюбно чем ультратек его дизайн не такой агрессивный потому что ультратеки даже голубенький или розовый они все равно такие немножко злые это как более городская добра вещь по клипсе блин это похоже на кармане на ручку ну да отличная городская фронталочка как и все фронталки что не очень увязабельно но отлично так мой очередной бесполезный нож с нововведениями ну наверное я возьму рейд экзо до лавр тебе возьми возьми себе безопасный вариант спасибо так я же правильно вода держу а нет в общем мы этим ножом все чуть не попере убивались по вещи просто вот ну в общем если вы наловчитесь будет очень круто я знаю что игорь очень например хочет обзавестись таким ножом я взяла вот такую красно-черную версию да скорее всего я бы не стала себе такое покупать ну потому что это какой-то ужас и я не хочу скрыться но с точки зрения дизайна меня этот нож очень порадовал потому что все что что-то такое новое необычное мне практически всегда нравится потому что раньше никто ничего такого не делал если ваш младший брат фильм фанате это таратанга и филипинских боевых искусств думаю этого сильно порадует ты знаешь сколько это стоит ну если вы очень богатые у вас есть можно себе взять нормальную версию младшему брату в кс-го изобразить ну как ты правильно сказала с точки зрения технологий и нововведений это очень интересный нож и вот если хочется прям вот есть уже все скажем так и хочется что-то новое в коллекцию да это отличный вариант с точки зрения функционала и носибельности этого ножа на каждый день у меня конечно здесь большие сомнения кстати еще он вообще сделал н690 алюминиевая рукоять н690 и плюс еще тренировочный и в комплекте в целом за эту цену за два ножа можно сказать не будем тренировочно сделал не из алюминия на рукоять это пластик он пластик да и обычная стальная клинки хочу не помнить так не знаю прикольно но я не понял этот нож в отличие от другого и аберрационика который у меня тоже есть для любили филиппинских искусств то верно туда механизм блин отличный обычный то вещь в себе я думаю давай я продолжу экзо тоже рядом тоже личного в другом исполнении я взял ряд экзо мини потому что вот именно в таком формате ножа такой концепции по мне это самое вообще прикольное что можно было сделать потому что мало кто серьезно относится к ножам подобного формата то есть ну этот такой больше повседневный аксессуар чик что-то достать отрезать вскрыть посылочку ни в коем случае не работать по продуктам никаких там силовых нагрузок хотя в целом он я думаю сможет выдержать я взял именно самую маленькую версию потому что он во-первых компактный во-вторых не агрессивный и в третьих он такой какой должен быть именно потому что классические гравитационники большие именно они у нас немножко подпилены под наши законодательства поэтому там много пространства да и остается вот свободный вот этой рамы не задействована клинком который по идее должен быть здесь же все вот прям как надо завода сделали все круто аккуратно не знаю он маленький и забавный и вот в формате даже там игрушки какой-то баловаться им щелкать мне прям очень нравится есть одна мора которая мне очень сильно элдрис но да да тот же пример на формат ножа блин ну короче очень ну то что у рита определенные загоны по замкам ну ритек за да так правильно произносить не как вы там говорите ол из англии в общем это cpm 3v классный ножичек будет резать ржавеет тоже конечно как сволочь я жду когда они выпустят его на элмаксе потому что по логике предыдущих моделей он должен появиться на элмаксе я пожалуй соглашусь по поводу этого ножа единственная бы все таки взяла версию побольше потому что это ну такой небольшой гномий нож понятно нет мне нравится это исполнение нравится что здесь есть предохранитель клипса а не чехольчик какой-нибудь я думаю что в целом гравитационные ножи такого типа однозначно стоило взять в подборку потому что ну блин они просто притягивали очень много внимания да и очень много их продалось даже не нажиманы ими очень сильно интересовались но вот единственное я бы выбрала размер побольше ну кому как у серёг достаточно такая сильная скажем так аргументация то что вот но таким должен быть изначально это неурезанная версии принято штука крутая их есть просто три размера есть классический есть средний и вот это самая маленькая мини версия и вот мне кажется в таком формате просто это нож такой знаешь игрушка вот сидели как спиннером им баловаться и когда он маленький это поприятнее ну да поэтому я вот именно на таком линице что-то же клёво а не честно салфетки в кадре салфетки то почему появились кадре что ж моя очередь давайте тогда еще китайцев наверное и у меня очень клевый винаев диатомик и блин черт возьми отличный стилет он не обоеду острый потому что нашей стране нельзя ему быть обоеду острым но он потенциально обоеду острый но не надо вот таким делать потому что так нельзя и у него отличная механика он очень приятная сразу вариант и под левшу и под правшу я вот да хотела тоже сказать что типа зачем две клипсы ну может быть одно обоснование то что это и под правшую под левшу но тут фреймлок это левая рука странно это типа вот вообще невозможно нереально неудобно возможного удобно я думаю что левша он тоже не правша в первую часть начать который носит под левую руку он левша и поэтому у него нормально пользуется левой рукой она удобная давай просто признаем что это один нож для двоих чтобы носить вас форточка открытой сдышать нечем были так ладно я правша ну как бы можно да конечно но он нам но они не хочет признать что я не права да отлично вписанная клипса в этот дизайн двухсторонний но это прикольно странно это рит и вот ваша керамбита это клевая штука с точки зрения того как он сделан по конструктиву это действительно интересный нож но у меня чаще всего возникали проблемы с этим ножом когда я беру и не понимаем с какой стороны давить на флиппер потому что он симметричный с двумя клипсами вот этого из кармана берешь просто с полки в магазине я не хочу кармане ты примерно знаешь куда тебе висит да не нож интересный но не знаю вот я хочу посмотреть на самом деле как он выглядит без одной клипсы если там какое-то посадочное гнездо просто если снять одну клипсу насколько будет бросаться в глаза что там что-то должно быть в общем вас смущает полность сметрия да вот кроме этого все отлично наверное да нет просто он интересно очень сделан в том плане что это рукоять состоящая из трех частей 2 титановые пластины которые соединяются 3 то есть здесь нет вообще никаких молдов к нам вообще любит подобные вещи даже не резко плюсу и вот здесь два винтика эти очень органично вписаны и мне нравится как они реализовали логотип потому что на большинстве в инойфов логотип как он выглядит ну как как то вот так короче очень круто что они вынесли логотипами на вот сюда он никак не бросается в глаза и при этом весьма органично вписывается в дизайн ножа но не знаю очень странный нож вот такой неоднозначные у меня эмоции от него мне нравится клинок и даже как бы геометрия клинка тут очень прикольно и органично выглядит и вот ты говорил что вам не нравится полная симметрия дело не в том что это полная симметрия тут фрейм это не полная симметрия кстати по поводу этого ножа если я не ошибаюсь на каком-то по-моему на блэйд шоу он взял премию за самый тактический нож в этом году тактический да в полностью черном исполнении вроде как я могу ошибаться но если не поправьте комментарии очень редко соглашаются ножевыми наградами потому что это блин ни в коем случае не тактика что угодно кроме тактику но нож клёвый извините так ну пожалуй я возьму вот такой вот интересный кенери от бренда ки спи это китайский нож и он вполне удобный носибельный в отличие от некоторых ножей которые сегодня взяла его можно носить на шее мне нравится вот этот вот обух самая главная фишка в том что у него очень необычный дамаск то есть здесь у нас сплав стали латуни и меди такого раньше еще никто мне кажется не делал и это тоже клевое нововведение выглядит необычно и прикольно единственная я бы конечно рукоять сделала тоже не такую вычурную какой-нибудь однотонный карбон ну чтобы как-то поспокойнее выглядел ножичек мне кажется к этому ножу очень подходит такая рукоять целому очень яркий такой пестрый клинок и под стать ему рукоять в плане того что делали кто-то такой материал клинка я немножко тебя поправлю просто его делали но не серийные производители то есть он был встречался на каких-то кастомах у отечественных мастеров я часто его видел на каких-то штучных изделиях мало кто делает настолько много слоев нюанс обычно там просто одна прожилочек какой-нибудь меди и все ну не может быть просто ну да он редко встречаю большую большую слоев редко у серийных производителей да это весьма интересный вариант в общем не знаю это верно редко вещь на которую вообще не докопаемся да ну в целом да я не знаю что сказать вот поэтому ножу что плохого потому что здесь та же самая практически железка если посмотреть по обуху у нее вид виден прямо центральный слой то есть это тоже нержавейка просто в обкладке без такого необычного дамаска поэтому функционале он особо никак и не потерял я бы садмир тоже поставил черную гать просто чтобы не пригружать но это опять же кому-то нравится нравится вот так у него плохой вкус и ему нравится изменить закричал клёвый ножичек моя очередь давайте у нас много китайцев почему твоя двоя только что было он тут уже хозяин ладно серёг чего у тебя там да зачем кому я тут нужен короче венайф солид вот это такой камень преткновения у нас с лавром мы очень долго спорили по поводу этого ножа или мы не спорили мы не спорили да мы ругались короче как по мне это очень классный именно концепт ножа от дизайнера густаво чечини почему классный потому что дизайны этого товарища можно найти насколько я знаю только у zt 0055 которая снята с производства с таким же флиппером и от этого же дизайна почему и у венайф а его кастомы стоят в районе пяти тысяч долларов которые фиг ты сейчас где найдешь если вот реально нравится дизайн и этого дизайнера то это вполне неплохой вариант понятно что это не самый удобный с точки зрения эргономики использования нож это не крыса то есть не стоит его воспринимать как рабочий инструмент это нож с очень крутым дизайном сделаны по очень классным технологиям то есть это титановый интеграл с cpm 20 себе и с классным складным флиппер можно скажу кто-то с сергеем рассудишь да что короче в общем на ранних венайфах как и на этом не было ощущение что этот нож делался не нажиманом архитектором отличные материалы все очень красиво неудобно нифига он рубленый но типа он рублен во имя того что он был рубленым это сама идея в себе да такие формы красивые но во имя созданы почему понятно чечении конечно зашибись все кастома но типа от кренгера в массах его любителей не очень чтобы и многому нужно быть таким глубоко разбирающимся ножом сомелье чтобы знать кто это вообще такой короче лавр относит себя быдло жестким пользователям ножом которые подходят к ножам только с практической точки зрения особенно когда он взял себе милитарь м4 да нет блин ну и к тому что ладно вы не жесткий пользователь ножей но купите статуэтку красивую тогда я не знаю что несет я похвалю этот нож за то что у него прикольный флиппер и отдельно за его механику потому что вот я конечно понимаю что лавры не переубедить потому что он обиделся но когда мы обозревали опять же новинки я говорила что этот нож мне очень напоминает какой-то камень ну дизайн необычный ну этим он и интересен это одна из самых интересных коллабораций вообще в этом году я его не взял потому что это классный нож с точки зрения практического использования и будет в офигенно комфортно его носить на кармане я этого не говорил я говорил что он классный потому что это редкая коллаборация крутого дизайнера достаточно известного с очень крутой компанией которая сделала действительно хорошее исполнение этого дизайна в общем она скажу что прикольно у него цельнофрезерованная рама это действительно клево такие статистические решения мне нравится мне еще нравится что здесь клинок практически полностью уходит в рукоятку и это тоже выглядит стильненько ладно возьму что-нибудь более приземленное это у меня виктор от бренда petrified fish думаю что это отличный вариант на каждый день у него потрясающая механика он открывается и за флиппер и также у него есть вот такая вот выемка с другой стороны клинка из-за нее как за spider hole тоже очень удобно открывать это у меня премиальная версия в карбоне здесь у нас клинок выполнен из m390 удобно лежит в руке ну и конечно же больше всего меня подкупил вот этот вот агрессивный боуи ну это как нож удобно лежит в руке модель достаточно популярная она как только появилась за ней стали очень часто приходить чуть ли не доходило до того что ножи приходят именно в первоначальном издании там к 110 по-моему было имя карта не приходили в не особо там большом количестве и практически сразу же разлетались ну такая популярность в принципе сделала свое дело натолкнуло компанию petrified fish да и нас в частности сделать вот такую замечательную коллаборацию это эксклюзив для нашего магазина и делался карбон на m390 по очень очень вкусному ценнику на самом деле нож клёвый и мне понравилось вот это вот решение с долом да за которые можно вышелкнуть его средним пальцем единственное что как ты сказал обуви за которые он тебе нравится я пока не пришел к таким формам клинка и для меня вот это наверное чересчур агрессивно все-таки в остальном нож очень классный лавр уже тянет свои ручки он еще кстати был в джимаскусе тоже на m390 единственное что я поставил не карбона свою любимую микарту а так это редкий ножик который мы помню мне кажется в к 110 есть как бы да но просто карбон немножко скользковатый здесь мне больше нравится делать спадрик такой цепьючий вывернутый карбон не люблю когда он делается скользким ну как бы это единственное что я к нему докопаюсь мне кстати нравится форма бау я люблю такие злобные штучки в принципе спирпойнт какой-нибудь ему тоже бы прошел нормально но типа если вы любите бау и это просто нехорошая вещь и все окей так ладненько что у нас дальше я взял ножик который уже был но в этом году в этом исполнении его не было ну прошло это чебурков лидера был макси и мне очень нравится что он стал часто ставить вот шашечки титановая на рука эти рука титан но она капец какая-то ключ то есть на прям влипает лучше чем в любая me карта и по-моему это офигенно сам по себе ножик это прекрасный резак который очень много реющей кромки на отличной механики лучше бы конечно был шпенек но такой флиппер тоже пойдет клипса кстати мне отдельно тоже нравится на кармане смотрится красиво в общем очень цепляющийся такой рюфлененький классный ножик блин я немножко не понял почему ты его взял да нож классный но достаточно уже старая всем известная модель до исполнение новое но не знаю я не могу ничего плохого про этот нож сказать скажу что мне если вот от чебуркова мне больше всего нравится good зон он побольше такой более хищный я думаю что если вам нравятся джентльменские или около джентльменские ножи то это такой подходящий вариант если джентльмен вам кажется слишком маленькими принципе он подойдет и к костюму и на каждый день и да мне кажется что обработка бит бласт это просто наверное лучшее что подошло бы этой модели чудом все по складням по складням я разбавлю пожалуй это фиксом канаде он от компании овл лайф в элмаксе на новые у них такой цвет появился изумрудная микарта в этом ноже прекрасно все это просто превосходная полевая кухня вот как по мне лучшее что сейчас может быть в формате полевой кухни это вот этот нож большой клинок вынос рукоятки относительно режущей кромки чуть-чуть вверх как у большинства кухонных ножей позволит достаточно комфортно нарезать шинковать там почистить в принципе тоже можно и при этом здесь нормальные полноценные ножны которых не хватает многим кухонькам в общем если вы любите путешествовать ездить куда-то там на природу и вам нужен нормальный кухонный нож с собой то это просто превосходный вариант я взял конечно в элмаксе такое скажем так жирное исполнение есть и попроще в n690 что для кухонного ножа тоже вполне хватит высоченные спуски в линзу тоненький обувь короче это клевый резак с офигенной эргономикой и вообще просто прекрасным исполнением соглашусь что это действительно один из топовых ножей этого года и вот на вид он кажется гораздо тяжелее чем есть на самом деле думаю что версию в элмаксе можно брать с собой и в поход только в том случае если у вас хорошие друзья и если они немножечко шарят за ножи потому что очень часто в походе кто-нибудь может попросить у тебя нож а потом ты не знаешь что с ним делают смотришь твой новенький канаде он уже вбивают в деревяшку поэтому я ношу с собой два то и три ножа один для себя другой для друзей это классика принципе мне не очень нравилось потому что он вроде как бы похода но очень сильно узкоспециализированный но если рассматривать его сугубо как в выездную кухню куда-нибудь это блин реально офигенно спорить не буду отдельно ол на их делает офигенные нужно я всегда говорил мне очень нравится они делают они не полностью выжимает клинок а делают откуда вариант который можно легко промыть и в случае кухни это офигенно потому что когда вы по запаре убрали вот с куском помидора внутрь вы его достали и сможете промыть а какой-то реконтанта такую фишку он там остается было жить просто навсегда мне кажется вымыть его не получится прицепим тетер шиками за трубки его вычищать а вот тут решение прямо комбинированно так что да в рамках своих задач это очень хорошо и очень правильно сделано лавра как всегда очень нестандартной ситуации способа их решения на самом деле по поводу того что ты сказала что это прям очень узко специализированный я не соглашусь потому что да это походная кухня но смотри убираем вот так и кладем его на кухне это прекрасный кухонный нож которым ты работаешь дома и куда-то собрался взял его с собой вот так вот достал ножны убрал и поехал и минут спиздерина кухня да я согласен домом тоже можно работать домашней кухни она тоже по тем будет приятно тем готовить поэтому мне он легкий то есть и и как домашний и как выездной то есть это сочетает в себе эти два некоторые необходимых некоторым параметра что у меня есть такого полезного я взяла новый лизермен арк здесь очень много инструментов это прям весьма жирная штука из интересного и нового это то что у него клинок выполнен из стали магнокат также он со шпеньком есть замочки также обратите внимание на вот эти вот симпатичные плашки которые обработаны методом сатин выглядит очень стильно и мне кажется что возможно иногда даже будет жалко мультитул для работы также у него здесь есть какие-то магнитики которые способствуют более такому приятному раскладыванию и складыванию тоже отдельный плюс и если может быть фиджетабельный мультитул то это он также здесь в комплекте есть еще набор бит не самый стандартный серенький чехол ну как я уже говорила очень много различных инструментов и как тоже некоторые заметили чтобы здесь бита не выпадала из держателя есть даже такая вот специальная штучка которая ее так скажем предохраняет большой любитель лазермана считаю что после появления модели чардж развитие человечества остановилась но вот это реально очень приятная штука и явно лучше из того что они сделали за последние годы классно где все продумано если сравнивать с тем же самым чарджем у вас ничего кроме пасхогубцев не открывается изнутри то есть это удобно вы откроете все сразу же здесь притом одним пальцем однорукий и блин это хорошо я бы на самом деле посмотрел подержал в руках гипотетическую более дешевую версию потому что если сюда запихнуть там 420 хай карбон и сделать попроще и меньше цену это будет тоже очень хорошо а так клёвый мультитул премиум сегмент из на что возможно сменная клипса снималась бы как то же сам чардж было бы мяч ввиду быстросъемную до быстросъемную но это на мой вкус просто не привык так то есть на не всем нужна ноги войск именно его в чехле ну так опять же ты никто не мешает дома тебе открутить эту клипсу и пользоваться с чем по идее до роста конечно да короче как и правильно и сказал топовый мультитул из премиум сегмента они у них до этого был чардж плюс титя и самая жирная модель по и по стали и потом комплектации теперь вот это арк в общем крутой мультитул с классным набором инструментов и что самое все-таки интересное это с самым современным и крутым порошком на клинке то есть я не помню еще мультитулов на которых бы стояла порошковая сталь кроме арка ну и чардж титя на котором 30 стоит так ну у меня осталось три очень классных вещи наверное возьму то за что опять не будет возможно ругать это парад v2 да он очень похож на предыдущий но это новый парад на вторая версия все любят парад парад дешевый парад классный парад функциональный и для города и для загорода и в кармашек и какую-нибудь сумочку на случай чем у текстренного в общем универсальная хорошая рабочая штуковина из простой дешевый стали и этого вторая версия до 2 но как-то странно докапываться до такого ножа разве что выглядит он возможно скучновато и обычно вы сказали что лидер уже старая моделька потому что обновили не считается в парад то же самое можно сказать за парад 2 но вы же говорили что там раньше были раньше были шайбы теперь поставили подшипники да поэтому мне старый парад нравится куда больше ну это тот же парад только на на подшипниках и не за что в нем еще поменялось сталька то же самое накладки те же самые и типа поменяли осевой узел вот это новое исполнение обалдеть до механика стала куда более приятно если ты любишь играться ножом то может быть в остальном у меня есть куда более интересный одноклассник этого ножа сегодня я думаю и мы продолжим запонка коллаборация кристалл наймс и компании есть это лично моя запонка я не стал брать перемещение потому что у нас сейчас не практически всегда с собой да это в микарте они уже закончились осталось только в зеленый g10 и как по мне вот если сравнивать вот это и твой парад вот этот куда интереснее и по истории ножа и по концепции и по исполнению в общем я не знаю что про него плохого можно сказать мне нравится может мне вообще нравится то что делал майк перин и майк сам был плевым чуваком хороший ножик и не только потому что наш коллаборация единственное что я хочу шпинек со второй стороны я не люблю односторонние шпиньки блин хочется чтобы он был двухсторонний но не все со мной согласны да лавра настолько любит двусторонние шпиньки что даже на свой стриж поставил двусторонний что по поводу запонки сканди спуски с небольшим таким подводом думаю что в принципе этот нож даже можно взять куда-нибудь в лес и дать ему какую-то нагрузку понятно что не самую сложную но в целом я думаю что он переживет многое скорее всего майк вообще не имеет делать ничего не для леса ну в целом да мне вообще очень такие теплые и приятные ассоциации отношения с компанией эссе потому что первый мой нож осознанно купленный скажем так это была ависпа вот с нее можно сказать началась уже такая осознанное нажимание пошло там увлечение ножами полноценное и когда вообще анонсировали вот эту вот модель запонку я очень не ждал очень обрадовался когда она все-таки появилась и не раздумывая себе взял и вот сколько я уже она у меня в поюзе затупить уже успел ее так нормально я ни разу не пожалел что ее взял она и режет нормально сколько у меня было пластиковых стяжек перерезано пока там вот мебель ты знаешь скрываешь новую там блин это классный ножик он сделан на шайбах он сделал грамотно и в руке несмотря на свой размер маленький он реально круто лежит в руке за счет вот этой формы яйца такого в ладошку влипает прям хорошо если что темлячное отверстие как вы могли обратить внимание да у меня темлян примотан за банку потому что вот если приматывать его сюда за отверстие он упирается в ладошку и не очень удобно лежит в руке с темляком поэтому я сделал ее вот здесь что как на мой взгляд куда удобнее то есть вообще никак не мешает и при этом удобно вытаскивать его из кармана когда он торчит можно выпустить про кишки маленькие но твои лапки но в мою руке тоже лежит хорошо так вот это да и парадокс действительно большой демали людей с большой очень рукой он ложится очень даже неплохо моя очередь и это cjrb перед large push button lock r6m9 господи каждый раз тяжело произносить порошковая 440c как это проще сказать и да это простой банальный порезучий ножик с неплохой механикой в общем не знаю что добавить мне нравится из новинок сергей как считаешь и дисси года или нет в бюджетном исполнении это крыса на баттон лохи я считаю только с клинком потоньше и на подшипниках тогда крыса на автомате не совсем тадрис очень похож у него на крысу ну кстати крыса прямой обувь а мне наоборот это нож немножечко овиспу напомню скорее уж овиспу да так соглашусь короче он похож на все и сразу ну потому что все классическая форма на все друг на друга похоже он кстати еще в руке на самом деле лежит более приятно чем когда ты просто смотришь на него ну и тебе кажется что ну блин какой-то очередной черный нож ну да и у него еще рукоять довольно таки тонко до узкая рукоять я думаю на кармане достаточно комфортно носится ну блин не могу сказать что это прямо и дисси года но в целом да если хочется простой нож на карман без всяких выкрутасов там по типу там какие-то супер крутых порошковых железок странных форм то железка стоит тоже можно сказать что это в общем-то не самый на умный внутри не самая простая сна да да это не какая-нибудь там 8 chrome или что-то типа того-то на вас 8 она будет подольше держать заточку не могу что-то прям супер плохое про этот нож сказать единственно что чурил я бы сделать чуть побольше потому что здесь он какой-то странный тупьё в конце чего-то что меняешь тоже проще было затачивать можно было поменьше убирать вот этого металла либо сделали бы уж полноценный черт для каких-то там более деликатных работ в остальном батон лок это вообще тенденция мне кажется 2023 года батон лок ставили все кому не лень очень у многих производителей он появился особенно у китайских это неплохо это простой и понятный в использовании замок да но не знаю не могу отделаться от того что это крыса на батон локе ну у крысы рукоять она как-то более пухлая дамы для силовых прям работ хорошо это более городской но так что у меня у меня тоже китаец на батон локе и это кайзер хайпер думаю серега эта версия для тебя потому что мне кажется что предназначена для человека паука до нож спайдермена не знаю какие-то двойственные мне опять же ощущение от этого ножа он вроде маленький какой-то странный как этот варнклиф рукоятка из двух частей состоит очень какой-то он футуристичный и немножко перегружены деталями мне хотелось бы наверное чтобы он был чуть чуть попроще так он очень легкий за счет того что это полностью алюминиевая алюминиевая рама до 30 пятка опять же весьма неплохая железка и подшипники с батон локом это опять же сочетание вот этих по щелкушек ножом сидеть играться им невозможно выпустить из рук просто мне кажется что здесь наоборот идеальное сочетание такого как бы простоты и вот чего-то новенького потому что клюв ног ну хоть и варнклиф довольно таки типичный как бы батон локом и шпиньками уже никого не не удивишь составная рукоять вот таких вот разных цветов из алюминия выглядят прикольно здесь кстати еще клипса довольно таки интересно переставляется и кстати версия которую я дала лавру это премиум с элмаксом и титаном только хотел спросить отличается ли чем-то версия бэтмен версии спайдер-мен относительно того какой из них сравнивать блин скорее по внешнему виду но чисто тактильно анодированный алюминий мне нравится больше по ощущениям я почему-то немножко полегче да но это тактильно это именно мне еще поэтому с вами могут не все согласиться так блин ну да отличный варнклиф для всех любителей сибензы скажем так кто хочет подешевле немножко с другим исполнением это отлично кстати монеточка в комплекте что мне кстати еще нравится в премиальной версии то что здесь сатинированный титан он тоже хорошо гармонирует с клинком потому что здесь тоже есть элемент сатина и также битбласт а вот в а вот в более простом исполнении хотя тоже вполне себе премиальным здесь у нас стоун ваш выглядит не так элегантно ну да как лавр хотел добавить про монетку в комплекте есть вот такая штучка и по сути она приурочена к десятилетию компании вот как раз в 2023 году они отмечали такой значимый юбилей и вот такой общем аксессуар можно тоже получить подскажем только с дорогой версии нет ну и вычту 6 но они обе не очень дешевые так-то 35 к алюминий да не то чтобы прям простая версия соглашусь чем у меня так левая кто дальше сергей да у меня последний нож в моей подборке это 7 vision fg бюджетное исполнение vision от винаев и как по мне оно получилось куда более удачным нежели первая версия этого ножа потому что первая у вина и она была больше похожа на какой-то кастом хотя ну по сути таковым и являлась замок супер лог который изобрел дизайнер вот этот снег с клипса у него была спейсере здесь ее перенесли на плашку что гораздо комфортнее как по мне для ношения и они вылечили главную болячку этого ножа то что можно было достать замок то есть на вина и фиум просто так доставался и все здесь они поставили штифт который не дает уже выскочить замку и это полноценный нож для повседневного ношения из весьма неплохих материалов этот же 10 не траве на клинке но вот с таким необычным замком да и в общем то все наверное из необычного здесь только замок ну и история дизайна вот этого ножа на самом деле мне хотелось сказать много всего плохого потому что меня честно бесил то что доставался он в финансе сири стал гораздо лучше да это такой маленький компактный резачок он достаточно тонкий к сожалению не к сожалению это нюанс но для реза это не именно резак я бы не сказал что это ковариатор на самом деле сон и на кончик достаточно тонким кажется если вы будете давать много боковых нагрузок кончик сможет и пользу еще ножами лавр зачем не надо не до нож резать должен не всегда нужно давать дополнительные задачи ну в общем скажет кирилл олеговичу который любит милитари все их ломает потому что нужно нарезать сколько них сломанных две или три я уже не помню даже в общем будьте людьми и пользуйтесь ножом в рамках его задумки то есть эта штука именно резак и ломайте соглашусь с тем что это вполне себе может претендовать на нож года потому что ну да у винаев были косяки это скорее нюансы сложно у кастома этого тоже были косяки и они пересекли знака непонимационная ошибка да типа они перенесли как бы кастом просто в серийное исполнение потом сделали его бюджетным и немножко доработали ну это реально была раздражающая вещь с замком и я в очередной раз подумала что о нет я сломала какой-то нож вот приятная механика и да и то что у клипсу поставили в человеческое положение это тоже очень радует потому что действительно когда она стояла на спейсере это было очень странно но он только в углу кармана носился комфортно посередине у него не повесить ну короче да соглашусь и к тому же кстати винаев выпускали карты и в качестве туза у них вот как раз вижу правда по-моему винаевский то есть они сами считают что такого типа ножи у них хорошо удались тесно что его на шестерочке последний нож ганза g807 ультимативный нож этого года лучший нож и 1023 года лучший ножик с 21 тысячелетий самый удобный нож по версии моей короче я считаю что газа раз в год выпускают отличную приятную хорошую версию фиксы за недорого рабочие 807 очень удобно и у него хорошо переделали рукоять и у него достаточно толстый клиночек поэтому как серёга сказал иногда люди используют ножик не в рамках его значения и эта штука сможет в боковые нагрузки эта штука сможет в батонинг врез в общем лично универсальный ножный лес и ким он должен быть вот именно вот это еще и за дешево 806 это 807 а тот был 806 да я считаю что он лучше мне больше нравится такси тоже хорош вот еще круче да в целом да это доработанный 806 что-то супер походу тоже 8 хром а 9 хром там по-моему 8 или 9 я не уверен что человек используя сможет заметить разницу практически то же самое но немножко с другой рукояткой да она стала более эргономично ножны по-моему немножко претерпели изменения но каких-то кардинальных прям супер новых решений кроме вот визуала я в нем не вижу да это хороший рабочий инструмент вообще спорить даже не собирался но на звание нож года как по мне все таки ну не дотягивает ну я немножко утрировал но на самом деле штука крутая в общем-то дополнить особо нечего единственное что могу сказать мне очень понравилась зеленая версия у которой яркие вставки из этого резинопластика здесь он выглядит прям прям сильно интереснее чем вот этот вот а мне это больше нравится но вопрос вкусовщины спорит у даже тяжело а сейчас я говорю ладно убрали ну сейчас отыграешься потому что я взяла тайфус от сививи это как я уже говорила нож шрёдингера он не фиксированный потому что складывается но в то же время нельзя его назвать складным потому что клинок не скрывается вообще-то изначально это был винаев но если честно как-то лично для меня было дико платить столько много денег за такой не самый функциональный нож ну и в общем то его главная идея как раз таки в том что он такой необычный в принципе он удобно лежит в руке но опять же то что он не фиксируется это конечно не самый главный плюс этого ножа тем не менее версия сививи сильно удешевила эту модель и я думаю что теперь такую игрушку могут больше человек себе позволить которые любят такие необычные ножи ну как вы можете понять в двадцать третьем году очень много производителей решили поиграть с формами с механизмами открывания с конструктивом с конструктивом да вообще если говорить про этот ножик то да это как бы пушдаггер тире обычный фикс история пушдаггера насколько я помню она появилась на диком западе чтобы можно было аккуратненько проносить фикс в казино и чтобы особо чтобы было тяжелее найти в кармане или где-то на поясе чем обычный фикс насколько нужно это в быту тяжело сказать он не воспринимается как оружие прямо скажу хотя пушдаггер изначально имеет смысл только оружие в этом функционала не очень много он занимает больше места чем складной как бы это такая фишка сама по себе она прикольная и его интересно наверное иметь в коллекции но не знаю на самом деле тяжело что говорить я с тобой согласен очень необычный концепт самого ножа и действительно прикольно иметь такой в коллекции на полке хвастаться перед друзьями вот смотрите какая у меня есть штуковина носить с собой в кармане это не получится потому что это да не складе но на поясе будет не особо комфортно потому что ножны у него кожаные то есть ну немногим в частности вот мне лично не особо нравится именно кожаные ножны мне кажется к ножу такого формата то есть он такой весь футуристичный технологичный и все дела лучше бы кайдекс подошел это особенно да сделали бы кайдекс и бы он фиксировался туда нормально и все плюс вот как по мне можно было бы улучшить этот нож это добавить небольшую кнопку конь предохранителя что-то его перевел фиксированное положение хоп там какой-нибудь слайдер сдвинул и все и он у тебя не складывается потому что когда ты почему это был сексис локом же да 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 то есть вот берешь в руку и пытаешься большой палец поставить а у тебя нож начинает складываться на пальцы это не очень вообще понятно для меня в ноже вот такого формата да вскрыть коробку открыть не знаю там чипсы отрезать нитку бумажку ну не больше точно не нож года извини Олеся у него ножны больше чем ножик сам ну да забавно я предлагаю сейчас выбрать скажем так чтобы один человек проголосовал за самый клевый нож не только нельзя выбирать из своих можно выбрать из чужих я предлагаю так вот и я предлагаю наверное честно пусть она выберет что-нибудь из твоих или из моих ножей что ей больше всего нравится одну штучку я вообще на самом деле мне ничего не нравится ни у тебя ни у тебя в мой сторону даже не смотрим да я вообще на твои сначала посмотрела бессрочно отвернулась да я не знаю хочется как-то ну рационально там взвесить все за и против чтобы было и функционально и инновационно ну по моему сюда только мы на звездном подходит ну да я кстати думала по поводу vision наверное может претендовать на нож года но чисто по своему вкусу я бы наверное взяла что-нибудь другое но вот с точки зрения инновации и дизайна я думаю что ну наверное да еще конечно же в этом году порадовали рейд экзо тем что они стали много всяких таких штук забавных делать просто я на самом деле из такого что-то прям что действительно стрельнуло в этом году что может претендовать название нож года это сто процентов petrified wish victor вот потому что действительно их продавалось много в разных исполнениях и в этом бюджете и вот в именно своем классе это очень удачный вариант потому что в целом не так часто встречаются такие хищные клип-поинты хоть я их и не особо люблю но внимание он к себе привлекает очень даже неплохо и мне реально понравилась вот эта фишка с долом в клинке за счет которого можно открывать нож не только за флиппер но и средним пальцем как типа спайди фликом называют это да вот наверное я проголосую за него блин сложно проголосовать мне нравится с трефайт тоже я бы наверное тоже подумал про рид про цивили не знаю насчет нож года у них же винафская версия по-моему в двадцать втором году появилась поэтому у него вот это новое ну вот это новое но как бы сам концепт-то уже немножечко ты скаут взял вообще с другой рукояткой просто ты меня за это очень долго ругал я тебе про это ничего не сказал кстати ну ладно я бы наверное в общем не придем на консенсусу я проголосую думаю что в этом случае за арк потому что я очень люблю лазероман а компания лазероман действительно сильно заморочилась и выпустила что-то действительно новое что приобрело функционала стала выигрывать у предыдущих моделей и блин что получилось по моему очень хорошо притом хорошо с первого раза странно не часто компании можем посмотреть на примере вина и в цивили выпускают что-то принципиально новое для себя и сразу получается прям отлично вот у них прям стрельнуло мне нравится ну что ж друзья на сегодня все пишите в комментарии свои варианты которые могут претендовать на титул нож 2023 года а в описании под роликом вы найдете ссылки на все что было в этом ролике и также скидочку на эти бренды ну и не забывайте подписываться на наш youtube канал и группу вконтакте канал в телеграме там всегда выходит много чего интересного до новых встреч друзья всем пока пока и не забывайте